Иван Ожогин, это Ребряшвили, Дмитрий Янковский и Михаил Голиков. Раз, два. Здравствуйте. И первый вопрос хочется задать Дмитрию Янковскому. Вы являетесь основателем проекта Неоклассик. Скажите, как пришла вам в голову идея создать данный проект? Даже неудобно, что я сижу. В связи с тем, что я по профессии профессиональный оперный певец, работаю в Московском театре Геликон Опера. И по моей жизни я занимаюсь оперой и классической музыкой. В душе и в юности я занимался и играл в рок-группе, где играл на барабанах и пел. И во мне всегда бушевали два вот этих направления. Современное звучание, рок-звучание и классическое начало и моя профессия на данный момент. Мне всегда хотелось соединить и поработать на стыке этих жанров. Когда я начал экспериментировать, первый мой эксперимент состоялся примерно в 2013 году. После этого я начал изучать это направление и понял, что такое направление существует, которое называется Classical Cross-Own. И вот примерно с 2013 года так и появился проект Неоклассик. А как проходит работа над композициями, которые звучат в проекте? В моем проекте работает большая команда. У нас есть саунд-продюсер Юрий Федоров, который живет в Казани, с которым мы работаем уже почти 7 лет. Все композиции, которые звучат в моем проекте, это абсолютно импровизационное у них начало. То есть это, может быть, мне навеяла какая-то мелодия. По дороге на работу я что-то напевал, и мне пришло в голову, допустим, кто-то что-то сказал. Где-то я услышал, увидел сериал «Игра престолов». У меня пришла идея соединить это с песней «Ой, мороз», потому что леет мотив «Ой, мороз» и сериала «Игра престола», как мы все знаем, «Зима близко». И эти два произведения слились воедино. И все песни, которые в моем проекте, они так и рождаются. Они совмещаются не только по музыке и смысловой нагрузке, но и по смыслу, и наполнению, и по исполнению. Спасибо большое. Спасибо вам. Хочу вопрос задать Михаилу Коликову. Да. Скажите, пожалуйста, как... Как вам работает с нашим Ульяновским симфоническим оркестром? Какие впечатления у вас от работы с нашими музыкантами? Добрый вечер, дорогие друзья. Мне приятно находиться здесь впервые в Ульяновске и встретиться с вашим замечательным оркестром. Я без всякой иронии или подопострастия, потому что я был немножечко обеспокоен, честно говоря, когда ехал сюда и готовился принять участие в этой программе, потому что знаю, что оркестр у вас серьезный, академический, филармонический. И главные дирижеры здесь были практически все из Петербурга, очень хорошо известные мне, уважаемые мною музыканты. И как подготовить программу в жанре классикал кроссовер с академическим оркестром, это всегда такой вопрос, несколько непростой. И я, не скрою, волновался, как люди воспримут соединение Моцарта и Стаса Михайлова или Бизе и Иванушки Интернешнл. Не будет ли какого-то отказа вообще, в принципе, даже обсуждать идею таких экспериментов. Но после первой же репетиции я совершенно успокоился, потому что люди обладают, к счастью, потрясающим чувством юмора, обладают, скажем так, хорошей, очень хорошей профессиональной дисциплиной. И вместе с тем способности идти вперед на эксперимент очень контактные. Это мне особенно было приятно, нам не нужно было друг к другу привыкать, ну, практически ни минуты. С первого же автакта, с первого же произведения общий язык был легко налажен. И вот сегодня вы сможете оценить результат нашей работы плодотворной. Я бы хотел дополнить просто Михаила по поводу классикал кроссовер, чтобы объяснить широкому кругу людей. Классикал кроссовер — это направление музыки, которое основано на стыке именно академического звучания и более масштабного поп-звучания, рок-звучания и других направлений. Я бы сказал, что это совмещение классического академического звучания с поп-рок-другой музыкой. В данном случае миссия моя, которую я выполняю как солист театра «Геликон-Опера», я пытаюсь объяснить широкому кругу людей, что оперный вокал и опера, и вообще классическая музыка — это нескучно. И что если правильно преподнести, то даже нашей молодежи, если с ними разговаривать на их языке, если взять какой-то современный хит, который сейчас слушает молодежь, добавить в него немножко профессионализма, образования и юмора, то получится очень качественный продукт, который работает в стиле классикал кроссовера. Так что сегодня будут такие очень интересные эксперименты, которые всегда находятся на грани. И только человек с очень... то есть любой человек, но человек с хорошим чувством юмора оценит именно, как сказал Александр Борисович Градский, тонкость прикола. Я к небольшому дополнению, Дмитрия. Я с тоже с вами большое дополнение. Лаверды же, в конце концов, у нас есть Атери рядом, должны как-то соответствовать стилю. Дело в том, что вот этот жанр — это на самом деле проликновение одной культуры, которая традиционная, академическая, в ту, которая возникла как субжанр, но уже на самом деле становится тоже традиционной. Ведь и рок-музыка, и поп-музыка, и джаз сегодня 20 веки — это уже традиционные классические направления культуры, в общем-то говоря, потому что есть много других экспериментов. И у меня летом в 100 километрах от Петербурга на живописном склоне в озере Красное пройдет фестиваль как раз из классики в рок, где я и планирую показать то, как классическая музыка стала предвестником рок-музыки. Потому что на самом деле, если вы вспомните некоторые сочинения, да хотя бы в Вивальде, там уже заложены такие серьезные рок-биты или там Баба Яга Мусоргского из картинок в выставке. Это просто первое рок-сочинение в академической симфонической музыке. И сегодня все это может, должно жить вместе. И, как правильно сказал Дима, побуждать, во-первых, молодежь интересоваться больше жанром академической, классической музыки. На самом деле, мы все это делаем в основном для этого, да, чтобы привлечь их, знакомиться с истоками всего этого. Ну и, конечно, позволяет как-то по-новому взглянуть кому-то на популярные произведения, кому они ближе, а кому-то, наоборот, на классическую музыку, да, те, кто интересуется именно академическим направлением и являются меломанами. Вот такое дополнение. Вопрос к Ивану Ажогину. Вы выступаете на сценах лучших музыкальных театров России. И сегодня Вы будете выступать на Ульяновской сцене. Но, я как слышала, Вы родом из Ульяновска. Это правда? Это правда. Я родился, вырос в Ульяновске до 18 лет. 18 лет, когда мне исполнилось, я поступил в Московское училище Гнесиных, а через год в Российскую академию театрального искусства, которую успехом и закончил. Да, это правда. Я рос здесь. Для меня Ленинский мемориал был вторым домом. Я часто выступал в детстве на этой сцене. И читал стихи. И пел в составе хора мальчиков или хора сводного школьного хора, седьмого музыкальной школы. И пел здесь сольно, выступал. И танцевал даже в каком-то совсем юном детском возрасте. Для меня второй дом является дворец творчества учащихся сейчас молодежи. Не студентов, а молодежи и юношества. Тогда он был дворцом пионеров. И я почти все кружки, через все кружки прошел. Занимался и в оркестре, и вокалом, и художественным словом. То есть для меня тоже это был второй дом. Так что все свое базовое образование и все базовые навыки по пению, по вокалу, по актерскому мастерству я получал здесь, в родном городе, в Ульяновске. Приятно вернуться сюда в народе? Очень приятно. Очень приятно работать с тем коллективом, который мне оказался всегда эталоном звучания классической музыки, на которой я ходил на концерты и на абонементные концерты. И просто видел этот оркестр и слышал этот оркестр. Спасибо. И еще вопрос, Этери. Вы учащите на этот голос? Зачем вам понадобится участвовать в этом поэкте? Чтобы вы знали, что я существую. Конечно, вы и так дети. Я в Ульяновске была в рамках фестиваля, джазового фестиваля, джазовой провинции, который делает Винскевич. Но не все же ходят на джазовые фестивали. И знаете, про таких, как я, говорят широко известно в узких кругах. Наверное, где-то в Москве так-то более-менее знали меня. Но мне всегда хотелось, чтобы то, что я делаю, мои безумные эксперименты, в данном случае, наверное, участие в этом проекте — это и есть безумный эксперимент. Когда Дима позвонил и предложил участие в этом концерте, я сначала... Первое, это было, конечно, сомнением даже. А смогу ли я? Потому что я понимала, с какими высококлассными профессиями мне придется встать в один ряд. И я вам хочу сказать, когда у нас состоялась премьера именно нашего... В колонном зале Московского Дома Союза, правильно? В колонном зале... В колонном зале... В колонном зале... 25 мая состоялась премьера именно в таком виде проекта «Нево Глассик». Потому что я слышала проект «Нево Глассик» и «Сольно» тоже. И на сольном концерте в Ване я тоже бывала неоднократно. И я знала действительно, с какими певцами мне придется делить сцену и за какие произведения я бралась. Сначала я усомнилась, потом я, конечно, скакала до потолка от радости, потому что все-таки это те песни, о которых я мечтала спеть. И хочу вам сказать, после первого концерта я поняла, что есть куда расти. И я пошла к педагогу вокалу заниматься. И в принципе сейчас то, что я исполняю, это немножечко... Это качественно отличается, и ребята не дадут соврать. И хочу сказать еще один комплимент моим друзьям, моим высоким мужчинам, с которым я стою на одной сцене. Вы нетипичные академические певцы, мои дорогие. Вы универсальные. Вы так легко переквалифицируетесь из классической классики в эстраду, что, не знаю, просто до остановки дыхания, знаете, доходит. Поэтому огромное счастье быть частью этого проекта. Огромное счастье играть с большими оркестрами, немногим джазовым певицам доводится это счастье. Поэтому я хочу еще раз сказать спасибо большое за приглашение в этот праздник музыки, большой, серьезной музыки. И еще когда бы я с Михаилом Голиковым постояла бы на одной сцене. Наверное, такие произведения, которым дирижирует Михаил Голиков, я бы, наверное, никогда не подобралась бы близко. А сейчас такой шанс мне дан. И спасибо вам большое, ребята, за это. Ура! Вот для этого мне нужен был голос. Да, я просто тоже хотел дополнить Этерюшу, сказав, что не случайно и Ваня, и Михаил, и Этери принимают участие в первом моем концерте. Сегодняшний концерт, он отличается от тех двух, которые мы делали и в Питере, и в Санкт-Петербурге. Сегодня мы и в Питере, и в Москве, да, в Петербурге. Я хотел сказать, что когда я думал, кого бы пригласить именно дополнить идею моего проекта и сам концерт, я мог бы пригласить и оперных певцов, которые бы пытались бы работать на стыке именно в жанре классикала Круссова. в жанре классикала Круссова. Но мне захотелось, чтобы люди раскрылись именно, допустим, посмотреть, как джазовый вокал Этери прозвучит в этом направлении. Это действительно всегда интересно. Вы согласитесь, было бы каждому, особенно журналисту и людям, которые увлекаются в это направлении. Допустим, ну, я сейчас в порядке бреда приведу пример. Допустим, если взять Сергея Шнурова, вам, наверное, было бы интересно, как он поет оперную арию. Или как Анна Нетребко бы захотела почитать рэп. Я не привожу примеры, что у нас настолько яркие сравнения. Я хотел сказать, что, допустим, Иван, он как по первому образованию академический певец, закончивший и получивший классическое образование, сейчас работает в мюзикле. И мне было очень приятно пригласить его, и чтобы он раскрылся здесь в жанре классикал-круссовер. Этери джазовый вокал. Михаил, зная его эксперименты, которые он делает со своим оркестром Таврическим, я знал, что на него можно положиться, и что он с радостью откликнется на эту идею, потому что классикал-круссовер — это и есть эксперимент. Продолжение следует...